Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 февраля и сегодня я вот встала как обычно утром, посмотрела комментарии и решила ответить на вопросы, которые задали мои подписчики именно к вчерашнему видео о том, где я сказала, что сейчас наступает пора массовых посевов для теплиц. У многих есть вопросы, а некоторым просто нужны пояснения, потому что как обычно, каждый понял по-своему и комментарии очень-очень разные. Сейчас мы прочитаем. Вот Наталья Коцаренко пишет, а семена перца и томата замачиваем или сразу сажаем? Вот в том-то и дело, что у всех у нас разные способы, разные методы. Смотрите, от этого еще немного зависит и срок посева. Если вот я сею сухими семенами, я и томат сею сухими семенами, и перец сею сухими семенами, поэтому я посев начинаю чуть пораньше. Если кто хочет замачивать, то можно сейчас, например, в эти сроки замочить, а посеять дня на 2, на 3, на 4, там попозже. Это вот поэтому я и говорю, у каждого все индивидуально. Кто-то сеет сухими, кто-то сеет мокрыми. Я сею всегда сухими, потому что их много и много сортов, очень сложно замачивать. Вот эти вот все хлопоты, можно во время замачивания что-то там спутать, перепутать. Я сею на сухую, поэтому начинаю всегда чуть пораньше. Так, ну я, вы знаете, я вот отметила всех, кто пишет спасибо, желает мне здоровья. Я читать не буду, потому что мы сейчас будем искать только те вопросы, на которые нужны ответы. Вот еще мне понравилось, Анна Астахова написала, особенно мне понравилось, согласовала сама с собой. Я тоже так частенько говорю, поэтому я еще раз повторю, вы только сами можете себе и установить дату, и установить способы посева. Нужно согласовывать с собой, что вам больше понравится. И не нужно слушать кого-то, повторять за кем-то. Конечно, первый раз, второй, третий можно повторить, но потом вы найдете свой способ, который, поверьте, может быть, будет вообще уникальный. Вот пишет тоже зрительница, одна, к сожалению, не могла ими прочитать, не по-русски. Пишет, капец какой-то, почитаешь некоторые комменты, то про Крым не говори, то не агитируй, то ролик не так назвать. Лучше бы слушали внимательно. Но это действительно так. Я вот ей отвечаю, что да, я тоже читаю каждое утро в шоке. Сколько людей, у которых цвет настроения черный. И мне действительно жаль их. Ну как можно с таким настроем воспринимать какие-то радости жизни, быть оптимистом или что-то, чтобы у тебя получалось, чего-то добиваться, если ты уже изначально настроен негативно. Я вот этого не понимаю. Я встаю утром, у меня все хорошо. Правда, немного почитаю вот таких комментариев, у меня немного опускается настроение. Но все равно, вот вчера после одного комментария вообще всю ночь не могла уснуть. Думала, 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 ну что за люди, ну сейчас мы до него дойдем. Это так странно, что сколько ненависти в людях. Такое впечатление, вот мне пишут некоторые, сюда на канал, вот сейчас я этого прочитаю, с таким осуждением, как будто я торгую наркотиками, а не рассказываю о растениях. Растение это самое вот такое, что-то доброжелательное после детей на втором месте стоит. И как можно о них и обо всем этом в таком тоне разговаривать, писать. Пишет Лина, Оля, здравствуйте, как сказал Гагарин, поехали, ну с Богом, да. Людмила Халепова пишет, в прошлом году посеяла свои томаты в середине февраля, соседки смеялись, потом ходили ко мне покупать. Ну так обычно и бывает, сначала все осуждают, потом уже с завистью летом смотрят на наши кустики с красными помидорками. Наталья Каракулева пишет, Каева молодец, это же сколько нужно терпения объяснять всем изо дня в день, что да как садить. Так, дальше. Вот пишет Валентина Рычкова. Просьба, напишите, пожалуйста, какие сорта томатов вы будете сеять, их название, хорошо? Я сейчас, когда буду готовить, ну вот посев, может быть в день посева или перед посевом, я назову, конечно, но я сразу скажу, что в первую очередь, я уже видео об этом снимала, сеем только крупноплодные и, даже для теплицы, и высокорослые сорта с длительным вегетационным, с длительным периодом вегетации, вот так, даже выигрывать не могу. Конечно, сейчас, я уже говорила в каждом видео, в феврале ни о каких скороспелках речи быть не может, их мы оставляем в последнюю очередь. А вот в теплицах, те, которые хотят вырастить именно крупноплодные, такие, как они называются, среднеспелые, позднеспелые, короче, для вызревания которых очень долго нужно времени, мы их сейчас сеем. Я их все назову, просто я высаживаю ведь очень много сортов, если я сейчас буду все их называть, тут целого видеоролика не хватит. Так, постаралась, вот Людмила Жахалепова пишет, я постаралась создать все условия, есть стеллаж, подсветка, две теплицы, с поднятыми грядками, инфракрасным обогревателем, а самое главное, есть желание. Вот у такого человека, у которого такой подход, она не только просто вот там какие-то извительные комментарии, что-то ищет, ошибки в моих словах, оговорки, она действительно, у нее есть желание, она все приготовила, создала все условия. Вот я больше чем уверена, у нее и получится, и получить ранний урожай, и богатый урожай, и растения будут отзываться на ее, вот эти все процедуры. Так, вот, ну а вот этот вот Артем, как раз Артем Ратов, почему-то не по-русски, может он вообще не наш человек. Рана, куда вы так торопитесь? Или у вас намечается ранняя весна и теплое лето? Вот сколько дней рассаду вы выдерживаете? Она же перерастет, томат, перцы, но опять то да потому. Ну, если я так высаживаю, значит я умею, значит у меня есть условия. Я, во-первых, все это только для теплицы. И, конечно, сеют те люди, которые, ну, наверное, они знают, что им есть куда высадить, и они создадут условия. Ну, тут пишет Оксана, Дима им. Артем, если бы вы посмотрели хотя бы 10 видео Ольги, вы бы не задавали таких глупых вопросов. У человека опыт не одного года, наверное, понимает, что делает. Я об этом и говорю, что в каждом видео человек говорит, ориентируйтесь на себя, свои возможности, свой климат. Ориентироваться на свой регион и свой климат обязательно. Страна огромная, условия у всех разные. Но мы живем в Сибири, например, и то мы приспособились. И то у нас перец мы всегда сеем вот до 20-25 февраля для теплицы. Позже никто не сеет, смысла нет дальше. Ну, ему пишут, вам рано и не сейте. И опять, Артем, у вас никто не спрашивает, защитники здесь не нужны. Когда вам задам вопрос, будете отвечать. Я ему отвечаю просто, для меня это не рано, сею каждый год. Потом еще 4 волны посевов в разные сроки. То есть, сейчас я посажу вот для теплицы, вот эти большие, крупноплодные, потом я буду сеять для открытого грунта и скороспелки. Все это я рассказывала и график посева показывала. И когда после этого у человека возникает вопрос, мне кажется, он просто, ну, ищет повода, как-то поскандалить какие-то, ну, как вот говорят, что есть люди, которые без этого жить не могут. Так, опять он пишет. Вы вообще не понимаете, в чем вопрос? Если будет нужно, я с вас спрошу. Вы ясновидящие, лестчурой карман для вас обыденное дело. Вообще. Вот он пишет такой просторный, пространный мне ответ. Ольга Чернова. Тогда будьте добры писать грамотно, что это именно вы приступаете к массовым посевам, а не призываете к тому, что пришла пора массовых посевов. Это разные видео. А то получается, что вы накручиваете этим призывом счетчик на ютубе и вводите людей в заблужнение. Конечно, после просмотров вы рассказываете, что все индивидуально, но об этом нужно писать в аннотации к видео и правильно его озаглавить. Ведь вы сами говорите, что помогаете людям, а на самом деле заботитесь о количестве просмотров, полученных за это деньги. И самое главное, вы вводите людей в заблуждение, призывая к массовым посевам в начале февраля. Ну, во-первых, уже не начало февраля, а уже конец февраля. Ой, средина, а я призываю на посев в конец февраля. Я сейчас отвечу Артему последний раз, и я его буду удалять, потому что он мне вчера это написал, мне стало так обидно до глубины души. Вот про эти деньги. Я понимаю, что есть много людей, у которых вот в зрачках просто доллары. У некоторых душа отражается, а у некоторых вот доллары отражаются. И я не знаю, что это или зависть, это или неграмотность какая-то. Вот наслушались мифов о том, что все блогеры зарабатывают огромные деньги на своих вот этих видеотрансляциях, на видео, все. Но я хочу вам сказать и разочаровать, кто, если хочет, например, заработать такие же деньги. Большие деньги зарабатывают единицы. То есть у кого? Миллион подписчиков, 700 тысяч, пусть даже полмиллиона, 500 тысяч. У нас очень много таких блогеров, которые на огородную тему рассказывают. У них несколько тысяч подписчиков, сотен тысяч. Такие, я не принадлежу к их числу. И такие, как я, вот с таким маленьким количеством подписчиков, это люди обычно работают, ну, не за деньги. Например, в прошлом году, я вот специально для Артема и для всех скажу, кто, может быть, завидует или считает эти деньги. В прошлом году у меня вот в разгар сезона было примерно полторы-две тысячи рублей в месяц. Я даже не каждый месяц, например, ходила их снимать со счета, потому что это такие деньги, ради которых ехать вот в жару, например, зимой, кто знает, в прошлом году зимой я вообще полгода не снимала никаких видео, не выходила в эфир, потому что я занималась своими делами, и это не мой основной доход. Открыла я канал не для того, чтобы получать доход вот с этого. И кто хочет, например, этим заняться, я вам могу смело сказать, что первые пять лет вы будете работать бесплатно. Если у вас хватит сил и терпения дальше продвигать свой канал, возможно, вы что-то получите. Вот сейчас, в данный момент, когда у меня даже 70 тысяч подписчиков, считается это много, я получаю деньги ежемесячно меньше, чем моя пенсия. А пенсия у нас в регионе, все знают, считается нищенской. Так что вот эта вот какая-то капелька, которая несколько копеек там капает, это не та сумма, ради которой стоит вот так хлестаться, каждый день все показывать, снимать, все дотошно. И любой нормальный здравомышлящий человек понимает, что это у меня хобби, что я делаю все это от души, все мне это нравится. Я в группу свою пишу статьи выкладываю, пишу пошаговые фото, все видео там смотрят совершенно без рекламы, там и нет у нас ни одной рекламы. Я сразу со всеми договорилась и решила, что наша группа Огородная Азбука будет совершенно без рекламы. Все это делаю на безвозмездной основе, только чтобы помочь людям, как говорит Артем. Но после того, что я все вот это делаю, открываю свою душу, все выкладываю, когда вот такие пишут, что вы только делаете это для того, чтобы накручивать счетчик. Артема я сейчас буду удалять совсем с нашей компании, с нашего сообщества, потому что, как это объяснить, я не знаю, но у меня вот такая тонкая душевная организация. Я вчера прочитала это видео, мне было до того неприятно, я не спала всю ночь. И иногда до слез обидишься. Мне такие зрители не нужны, пусть их лучше будет меньше, но они будут именно на одной волне со мной, будут думать одинаково, будут понимать все мои. А когда я написала, вот например, что, да, приходит пора массовых посевов, во-первых, я посчитала, я не поняла, почему он возмутился, что это не то видео, что сейчас сеять рано. Вот вы видели, я сейчас про перец говорила, что у меня взошли перцы сухие на 18-й день. И когда я сказала, что я буду сеять перец 16-го и 17-го числа, если прибавить еще 18 дней, они у меня будут сходить, они у меня взойдут в февраль, в март, ну пусть там 10-го марта. Ну и считайте 70 дней, 10-го апреля, 10-го мая. Рассада будет готова к середине мая. Это как раз то время, когда все высаживают в теплицу. Да, у меня там есть и дуги, и пленки. Но у нас делают все так. Я не знаю, когда будет сеять и высаживать Артем, и когда он получит урожай. Для нас, вот в Сибирском регионе, все мои соседи, у кого есть, например, теплицы, мы в феврале все уже заканчиваем, посев перца для теплиц. Ну а томаты я 23-го, если высажу в феврале, ну неделю на всходы, 1-го марта они у меня взойдут. 1-го апреля, 1-го мая, 60-70 дней допустимый вот такой срок рассады, 10-го мая будет готова к высадке. Это тот период, когда можно уже высаживать. Я в прошлом году высадила 29-го апреля. Идем дальше. Оль, скажите, вы имеете в виду теплицы с обогревом? Написано, у нас в прошлом году, 16-го мая, заморозок был минус 7. Вот смотрите, Тань, да, и вы, и мы, что Омск, что Бийск, у нас одинаковые, очень жесточайшие условия. Я хочу сказать, что у нас тоже был в том году в мае заморозок, но у нас бывает заморозок и в июне, несколько лет, 5 или 6 назад, был 7-го июня заморозок, минус 7. Но это же не значит, что мы не будем высаживать ни в мае, ни в июне. Если мы будем под нашу погоду подстраиваться, это не получится ничего хорошего. У меня теплица не с обогревом, она обыкновенная такая, как сказать, поликарбонатовая. Но у меня есть, я во всех видео говорила, и много раз повторяю, у меня на крайний случай всегда стоит вот эта тепловая пушка, то есть обогреватель, который дует теплым воздухом, в хорошие периоды мы, конечно, его не включаем, потому что постоянно, если он будет работать, то это слишком дороговато будет получаться. Но в те ночи, когда заморозок, мы укрываем нетканкой и включаем вот эту тепловую пушку, потому что обычно заморозки весной кратковременные, что в мае, что в июне. В прошлом году тоже было очень сложно, но ничего страшного, все выросло, главное уметь сохранить. Но это для того, чтобы научиться сохранить, надо хоть один раз попробовать. Так, вот пишет, а вот этот еще Дионис Захарченко, тут про Крым опять, на 100% уверена, многих подписчиков этими словами потеряла, вчера сказала наш любимый Крым. И тут тоже какие-то люди, которые сказали, что это вообще так говорить нельзя, я вообще в шоке. Так, вот пишет еще какая-то Кава или Сава. Так вот, вас посмотрят и начнут сеять, а еще рано. А вы, я уверен, намучаетесь с тем, что в январе сажали. Вы молодец, вы на живом примере в режиме реального времени учите выращивать рассаду, но не агитируйте никого на ранней пассиве, все думают, в Сибири уже сеют, значит и нам пора. Да, в Сибири мы уже сеем, и во-первых, это нормально, но тут ему отвечают, что Ольга никого не агитирует, наоборот, постоянно предупреждает, что ранние пассивы сопряжены с рядом заботой, трудностей. Я всегда говорю, чтобы быть, полностью понимать то, что я говорю, нужно смотреть все видео по порядку, потому что я перед этим предупреждала много раз, и все, что каждый должен согласовать с собой, готов он на ранний пассив или нет. Но вот у нас, если хотите получить спелый перец, то в феврале нужно его сеять. И я пишу, что когда пишут, вы намучаетесь с тем, что в январе сажали, мне смешно. Я так сажаю много-много лет, не мучаюсь, а наслаждаюсь этим занятием. И вот от того, что у нас всех разное восприятие одного и того же занятия, например, выращивание рассадей, мы мыслим по-разному. Для кого-то это мучение, для меня это удовольствие. Я вот очень рада, что у меня уже сейчас саженцы, я заряжаюсь прямо от них, я смотрю на эти зеленые растения, у меня повышается настроение, особенно после комментариев, вот вышесказанных. Очень хочется посмотреть на зеленые маленькие росточки. Но многие же эксперты в чужой жизни, в чужих делах знают, для кого лучше, кто от чего намучается, но это точно. Так, мне кажется, что некоторые товарищи вообще не слышат, что вы говорите, или по принципу АПА говорить, или вообще случайно зашли. В каждом вашем видео можно найти что-то полезное для себя, это же не руководство к действию. Да, действительно, я всегда говорю, что нужно вам к себя примерить, подходит, подходит, не подходит, нужно дальше проходить. Ольга, а как сориентироваться по срокам, если живешь не в частном доме, и теплицы нет под боком, и не будет возможности в любой момент укрыть, открыть, и так как нет электричества, обогреватель тоже не включить. Ольга Кудрякова спросила, это очень важный вопрос, если у вас нет ничего для экстремальной вот такой помощи, если нет ничего-ничего, то лучше до 8 марта тогда и томаты вообще не сеять, потому что действительно, вы не сможете их высадить никуда, теплицы нет, вы не сможете их укрыть, когда будет холодно, вам тогда лучше в стандартные сроки, в традиционные, после 8 марта посеете, там в июне, в начале июня или в конце мая высадите, когда там подойдет, но если нет ничего-ничего, и нет возможности за ними смотреть, тогда не надо ранние посевы, это я уже много раз говорю. А вот Валентина спросила, нет теплицы, в марте у нас в центральном Казахстане погода непредсказуемая, может в парник, вот вам я ничего не могу сказать, я не знаю парник, во-первых, как он устроен, насколько там тепло, и вообще тут даже не буду советовать, если я не знаю, то не знаю, пустые советы давать не хочу. Так, а вот Галина Мешкова спросила, скажите, когда вы будете делать посевы томат под дуги, я обычно в середине апреля высаживаю в грунт под открытием, села в первых числах марта. Вот смотрите, я тоже высаживаю в середине апреля под дуги, хотя мне здесь говорят, что даже в теплицу рано высаживать в апреле, но я высаживаю в открытый грунт в апреле, и там тоже томаты выживают. Я сею 10-15 марта, но это знаете, почему я сею 10-15 марта? Во-первых, потому что до этого мне много, как тех томатов высаживать для открытого грунта, которые я буду выращивать сама, а те, которые под дугами, ну короче, они ждут просто своей очереди. Можно высадить, если у вас сорта, которые не тянутся в рассаде, можно высадить, посеять и 1 марта, ничего с ними не случится. Но я вот просто по своим, по таким, по техническим причинам сею 10-15 марта. Для меня это оптимальный срок, потому что до этого я занимаюсь посевом для открытого грунта вот этих вот крупноплодных, высокорослых, для себя, которые буду потом на месте тоннеля выращивать. Вот пишет Зоя. Вы как-то говорили, что перец надо посеять до 18-го числа, а сейчас уже сдвинули срок. Куда я сдвинула срок, я не знаю. Я вчера сказала русским языком, что буду сеять 16-го, 17-го и 22-го, 23-го. Вот 16-го, 17-го я как раз начну сеять перец. Это как раз до 18-го получается. Я не знаю, может быть, вы как-то не так меня услышали. А если я не успею до 18-го, то я оставлю на последнее, на 23-е, например, только скороспелки, только те, у которых короткий срок. Тут все ясно, что или она меня не поняла, или я. Но я вчера сказала 16-го, 17-го, 22-го, 23-го. Я думаю, чем ближе весне, там быстрее растет рассада, здоровее она догонит февральские посадки. Ну, с одной стороны, это да, с другой стороны, нет. Она догонит февральские посадки по объему зеленой массы, но по возрасту она уже никогда не догонит, потому что, как я вчера говорила, маленькие старушки, даже если рассада маленькая, февральская, она возрастом будет все равно старше, и по срокам созревания у нее все равно раньше обычно наступает. Для этого мы и сеем пораньше, чтобы у нее был возраст побольше. Не по теме купила ящички для рассада. Скажите, отверстия в них вы делали? Уже было сто раз видео, что отверстия дренажные делать обязательно. Да, я делаю везде отверстия. Про Крым можно было бы помолчать. Крым наш, Украина, Светлана. Ну, во-первых, я, конечно, не люблю как-то грубо отвечать или что-то, но это мой канал, и все, что я говорю, это мое личное дело. И можно было бы промолчать или не промолчать, я таких комментариев вообще не воспринимаю. Но вот для Светланы я специально хочу объяснить, вот правильно здесь говорят, что садово-огородные дела вне политики. Еще не хватало нам здесь обсуждать политические какие-то темы. Я сказала, Крым наш, если честно. Совсем не с этим смыслом. Я сказала, наш любимый, потому что мы его любим, у меня там много знакомых, меня вот зовут в гости, приглашают, все. Я говорила, наш не в том смысле, что мы его где-то там оттяпали или прихватизировали. Ну, во-первых, он, если знать историю, то он всегда входил в состав России. Но я совсем не это имела в виду. Я не хочу оправдываться. Так получилось, что я сказала, наш любимый Крым кому-то не понравилось, но мне, если честно, под всех подстроиться невозможно. Кто считает Крым своим, тот и может говорить, что Крым наш. Я вот считаю, что он наш, он всегда был наш. Но какое-то время он был не наш. Но если даже когда он принадлежал Украине, он все равно был наш любимый Крым. Ездили туда и отдыхать, и все. До свидания. Остановимся на хорошей, на такой волне, что Крым, он наш общий. Он был наш, потом был ваш, потом опять стал наш. От этого ничего не меняется. И тем более, я думаю, что вот там, где мы обсуждаем наши огородные темы, действительно, не нужно вот эту вклинивать политику. Еще не хватало нам ругаться из-за того, наш Крым или не наш. Я там никогда в жизни не была, меня зовут в гости. Но, наверное, и никогда не буду, потому что очень далеко ехать. Ни разу в жизни не видела море. Очень хочется, но не получится. Поэтому мы о Крыме только мечтаем. Все, до свидания. Любим всем, всех, и Крым, и Украину. Я сама наполовину украинка. Мои предки с Украины когда-то приехали очень давно. Их после революции в Сибирь загнали. Ну что теперь, нам ругаться, что ли? До свидания. Очень уважаю украинцев. У меня у отца был позывной Хохол. Все мы перемешаны. Не надо нам ругаться, кто русский, кто украинец. Всех я люблю.